Всем привет, мои хорошие! Сегодня уже 20 декабря, понедельник. Я все утро разбиралась с визой, а это был такой пипец. Была большая вероятность, что у меня не получится полететь, но слава тебе Господи, все разрулилось. В среду я иду туда, где мне выдадут продление визы, так что мы сможем полететь. Вчера у нас был такой грандый день похмелья, я причем встала, это так смешно, я проснулась и такая йоу-йоу, я такая вся энергичная, но у меня вообще похмелья нет. И потом где-то к 12, к часу меня такое потихоньку так начала добивать. Поэтому мы пришли домой, мы сначала думали заказать пиццу, но потом я почувствовала себя так плохо, потому что у нас до сих пор эти 4 рецепта из коробки неприготовленные. И чем дальше они лежат, им уже видно, что они могут просрочиться, поэтому я взяла себя в руки. С этим похмельем встала на кухне где-то около 4, начала готовить такой ранний ужин похмельный. Рыба и лапша это, конечно, не самое идеальное блюдо для такого состояния, но спустя где-то 50 минут у меня это получилось. Причем так смешно на рецепте написано, что он занимается 20 минут, а у меня занимается 50, потому что знаете, когда у вас похмелье, вы такой, щас я возьму это, мне надо сделать это. Я эту лапшу открыла, потом зачем-то за сковородкой полезла, то есть у меня была огромная проблема с координацией, но я все смогла. Получилось очень даже вкусно, я сегодня на ланч это доела. Там всегда так много еды дают, что у нас 3 порции, а не 2 выходят. После этого мы легли на диван, смотрели фильмы и я открыла адвент календарь. Покажи, что там было. Я только что поняла, что уже пару дней не открывала этот календарь, поэтому мы сейчас с вами все эти дни откроем. Кстати, я попробую батончик с сухофруктами и орешками, и он нормальный был. Так, с какого числа я не открывала? Сегодня аж 19. Я 4 дня не открывала. О, crunchy protein bar. Это еще один батончик с орешками и шоколадом. Мы сейчас фильм тут смотрим. Такие шоколадные чипсы, которые у моей сестры попадались в ее первый день. Они, кстати, плохие были. И еще одни кусочки шоколада. Мне, короче, надо будет много болт сделать для того, чтобы это все использовать. И последний день... Нет, еще два. У-у-у, nice. Еще один батончик. Вот этот я прям сейчас попробую. М-м-м, класс такой стопосом внутри. Немножко напоминает такую здоровую версию Рафаэла. М-м-м, но после вкусия нормально. И последний день... Блин, реально... Пачка орешков. Такое я могу сама в супермарке купить. Я думала, все будет такое поприкольное. На такие вещи, как сахар или те же орешки, я действительно могу в любом магазине купить сама. Но они био еще. Так, все, мы продолжаем смотреть фильм. Если он мне понравится, я вам вставлю название и рекомендую посмотреть. А если нет, тогда ничего вставлять не буду. Пока мы смотрели фильм, я сделала 45 минут массажа скальпа. Потому что я последние где-то три дня забывала это делать. Я решила верстать кучной одним махом. И после того, как мы посмотрели фильм, я наконец-то вылезла из этого зайчего костюмчика. Приняла теплый душ и мы пораньше легли спать. Сейчас я планирую пойти прогуляться. Мне надо затариться сельдереем, так как у меня кончился и морковкой. И немножко прогуляюсь по району, послушаю свой подкаст, чтобы смена обстановки была. И когда я вернусь домой, я сделаю вам мини-холл. Я покажу, что я купила. Макси, кстати. Эта кофточка это одна из моих тоже новых покупочек. Немножко снесла крышу. Я сейчас вообще не планировала себе что-то покупать, но как-то так вышло, что... Да. В общем, я сорвалась немножко. Плохая девочка. На улице, кстати, весь снег уже давно растаял. Где-то неделю его не было. И погода, я должна сказать, довольно-таки приятная. Днем очень солнечно. Вот если можете видеть, солнце вот только что село. Но оно в течение дня так сияло, что у меня просто вся гостиная была подсвечена. Что мне очень нравится, это то, что у нас, знаете, на улице так вроде прохладно и свежо, но не очень холодно и вообще не ветрено. И днем светит солнце. Для человека, у которого до сих пор нет машины, это очень меня радует. Потому что... Как-то еще передвигается на велосипеде, как впечатляем Печкин. Поэтому чем дольше останется тепло, тем лучше мне. Сейчас я доделаю последние штрихи и соберусь на прогулочку. Этот воздух, он еще так свежо пахнет. Ой, мне очень нравится. На улице декабрь, но у нас тут настроение осень. Так, я уже практически собралась. Я тут заметила, ребят, что мне кажется у меня новый любимый цвет. Лиловый я до сих пор безумно люблю, но сколько же у меня много зеленых вещей. И я действительно, ну не то чтобы выбираю их специально. Просто мне нравится очень этот оттенок, ну такого темно-зеленого. Или бэйби такого зеленого, типа как миндолы. Кроме вот яркого оттенка зеленого, все остальные оттенки мне нравятся. И я просто сейчас, знаете, особенно такой мой телефон, ногти, свитер, кофта. Я еще штаны баллоневые, которые еще года три назад купила. Я еще на все это вместе смотрю и такая... I think we have a color of the season. It's green. Я решила попробовать одеть вот такую вот кофту с горлом. Под низ той кофты, которой я сейчас была. Чтоб просто теплее было, это какая наслайвание моя любимая. Одевать всякие кофты, которые я бы никогда вот так год назад не подумала одеть. А сейчас я такая смелая стала. И зеленую мою вот эту куртку, которую я еще осенью купила. Вот. Она прям тоже идеально подойдет. О! Неплохо. Даже лучше, чем я представляла. Тогда мне просто шарф не надо, потому что с такими баллоневыми куртками, не знаю, особенно когда они о-вассайст, мне шарфы не нравятся. Только когда куртка притальная, тогда шарф можно надеть, мне кажется. И красиво, и тепло. Потом на леггинсы я одеваю штаны. Я специально одела еще линзы, потому что сейчас, когда на улице холодно вы заходите в супермаркет, еще мне надо маску сверху одеть. Мне очки так запотевают, потому что я стою с этими очками и маской. Еще есть и шапка, это все так сложно. Поэтому, если я выхожу с дома, я одеваю линзы. Если я весь день дома сижу, тогда я могу в очках ходить. Может быть, даже я одену... Какой обувь мне одеть? Я думаю, я одену сейчас белые носки и мои зеленые стендсмиты. Ну, белые с зеленым. Такое хипстер стало немножко. Оп! Конечно, ничего не хочу сказать, но у меня даже наушники и бутылка зеленые. Green girl! Green girl! Мой кошелечек, который мне мама подарила, тоже зеленый. Она мне, кстати, его где-то полгода назад подарила. Кстати, такой коричневый с зеленым тоже неплохо выглядит. Единственная проблема, когда одеваешь свитер и кофту сверху. В куртку иногда немножко неудобно влезть. Так, вроде норм. У-у-у! Такое ощущение, что я в какой-то команде зеленых. Мне очень нравятся такие два воротника. Выглядит такой тоже немножко норвежский стиль. Мне кажется, я все называю норвежским стилем. Добавлю с собой сумку, потому что я же все деревья буду закупать. Я думаю, я оставлю эту сумку, потому что у меня уже внутри лежит все, что мне нужно. Только наушники тогда. Я думаю, я без шапки пойду, потому что мне это горло греет. И все равно, когда маску надо одевать, шапка это не очень удобно. И сумочка. Зеленая маша идет за зеленым сельдереем. Не забываем мазать губы. О, мне так эта помада нравится. Она такая обычная. В аптеке я покупала из Бепантена. У нее такой приятный вкус. И она держится неплохо, и она не липкая, что мне очень нравится. Ммм, вкус как-то детстве напоминает. Мне кажется, у меня в детстве подобная помада была. Мне как раз там столько подкастов выходило, которые я специально копила и не слушала. И таких вот слушаем. О! Уба-луба. Сейчас всё виду. Убалу-ба. Убалу-ба. Поль, в сих пор надо. Субтитры делал DimaTorzok Убалу-ба. Убалу-ба. Продолжение следует... По приходу я решила сделать сэндвич из коробки. К сожалению, я немножко передержала хлеб, поэтому он получился сухим, но я наполнила его внутри салатом из капусты и салатных листьев. Приправлен он был майонезом и соусом торияки, очень вкусная, кстати, комбинация. И также я добавила такой веганский гурос, который я купила замороженный в Лидле. И себе я добавила кориандр. Мой парень его не любит, а я просто обожаю. Я могу кориандр даже так по себе кушать без ничего. Конечно, это было такое ожидание реальность. У меня это не выглядело так аппетитно, но тем не менее было очень вкусно. Я не заметила, что у меня, кажется, было два ножа, у моего парня было две вилки. Немножко хозяюшка перепутала. И напоследок я бы хотела вам показать, что же я все-таки купила на выходных. Я тут все собрала. Так, первое, что вы уже на мне видели, это вот эта зеленая кофта. Она фирмы... Вот такая вот, оказывается, это мюнхенская фирма. Называется Brosby. И вообще это из мужского отсека было. Просто в женском я ничего не нашла. И пока мой парень смотрел все что-то в мужском, я увидела эту кофту. Первым тем, мне кажется, понравился цвет. И тут такое маленькое сердечко. Я ее взяла не менее. Она очень такая теплая, но при этом тоненькая довольно-таки. Я думаю, она со мной в Москву поедет. И я не знаю, почему меня просто пробило на такие теплые домашние кофты. Потому что я вообще чаще всего хожу дома в худи, но так как у меня ресницы и чаще всего очки, я не всегда хочу вот так вот снимать. Иногда я хочу просто что-то накидывать, чтобы мне в любой момент можно было это снять, когда мне становится жарко, и одеть, когда мне становится холодно. И этот кардиган, он такой... Как мне показать? Он вот такой вот длины. Это фирма такая Rocher Zoe. Я их прогупила. У них действительно там такие дорогие вещи. Я его купила. Всего за 29 евро. Все мои куртки по 29 стоили. Вы, наверное, спросите, что ты имеешь в виду под куртками? Просто там такой улок был офигенный. И я подумала, знаете, что это такие кофточки, которые можно и дома красиво накинуть, но и на улицу выходить, или под какие-то, допустим, куртки у вас сайс одевать. Так, чтобы помедля остальные. Это коричневая курточка фирмы San Tropez. Она сейчас у них на сайте, и сюда ставлю скриншот, стоит 69, по-моему. Я ее купила за 29. То есть это даже не старая коллекция, но у них до сих пор на сайте даже еще не на скидках висит. А я это в Tiki Maxi нашла. Я специально взяла Oversized. Я сначала XXL померила, но он был очень большой, на нем какое-то пятно было. Поэтому я нашла такую же в размере L. Ее можно и открыто носить, и полностью застегивать. И что мне очень нравится, в обеих этих куртках есть карманы. Я заметила просто особенно, когда на улице холодно, я очень часто руки в карманы засовываю. Такая рубашка. У меня еще столько всего бежевого, коричневого, белый, тоже очень хорошо подойдет. Зеленый и коричневый, это вообще такие два цвета, которые я для себя в этом году открыла. И последняя куртка, ее нашел мой парень, тоже в мусском отсеке. Он сказал, мне кажется, тебе это будет красиво. И я такая, во-первых, мило, что он для меня что-то подыскал. И она, конечно, большая. Стоила она 49, а я купила за 29. Несмотря на то, что она такая немного оверсайз, у нее такие рукава, которые спокойно можно подвертывать. Мне нравятся вообще подвернутые рукава. Я вот так вот два закат делаю. Мне нравится, когда так подвернуты, не сильно. А так, типа, знаете, типа я не старалась. Молния, правда, немножко плохо работает. Ах, у меня что-то нормально. В магазине я что-то не могла нормально стекнуть. И вот такой воротник мне нравится тем, что можно даже его, как-то, знаете, таким поднятым оставить. Или отпустить. Даже тоже красиво выглядит. Так миленько. Мне очень нравятся такие бежевые, тоже белые тона. Освежает, как моя мама сказала. Также я не выдержала, купила одни кроссовки. Так как с прошлого влогмаса те меховые, как ботинки, они мне оказались малыми. Я их попробую продать. Я не знаю, вообще моя мама это моей сестре купила. А моей сестры 39. И моя сестра сказала, что она такой носить не будет. Я помню, я такая стельку высунула. Я такая, блин, они такие классные. Я свою ногу в них запихнула и такая, так я их буду носить. Но когда я их на выходных хотела и попыталась на 5 минут походить, у меня просто так все пальцы, знаете, как сжались. Поэтому я решила заменить ту обувь этими ботинками. Боже, я увидела эти ботинки. Знаете, я очень-очень люблю звездочки. И в принципе белый и черный это такие два классических цвета. Я сначала их нашла в отсеке 39 размера. Попыталась тоже в них влезть. Я не знаю, что это у меня за фишка. Попытаться влезть в размер, который, я знаю, мне маленький. И потом мы проходим стойку 40,5 и я вижу их. Я померила их. Они, ну, в первые 5 минут магазине любая обувь удобная. Они мне показались очень удобными. И я, в принципе, очень люблю такой формы кроссовки. И на звездочке это просто... И они так еще сделаны хорошо. То есть такие кусочки кожи пришитые. Знаете, не то, что это какой-то принт. В общем, мне кажется, они еще выглядят так дорого. Но я бы никогда не сказала, что за 35 такое можно купить. И пахнет они кожей. Я их еще не носила. Если что. Также я хотела обновить немножко свое нижнее белье. Не знаю, может, странно показывать нижнее белье на камеру. Забыть, что здесь такого странного. Так уж теперь покажу. Это такой лифчик, который я нашла. Там что-то типа innovation был написан. Он из такого материала. Я даже не знаю, как объяснить. Но мне он понравился, в принципе, как он выглядел. И он мне очень по размеру подошел. Просто так ложится. Действительно, прям вы его как будто не чувствуете. Вот. Он стоил что-то типа 30 евро. А я его купила за 7. И я взяла два таких сета. Это как лифчик. Такой спортивный. Я в основном такие лифчики ношу. И к ним подходящие трусы. У меня мало чего. Я с сетами. Поэтому решила себе, если есть возможность, покупать сет. И также от Juicy Couture такой сет. Лифчик сейчас на мне. Вот так вот он выглядит тоже. Мне так нравится. Так минималистичный. Чуть-чуть спортивно. И он очень-очень удобный. Прям я его вообще не чувствую. Эти сеты стоили... Боже, я так ору. Смотрите, такой прикол. У меня брат всегда спрашивает, так как у меня кредит есть. Он такой, ну сколько тебе еще на кредите осталось? Я никогда не могу нормально ответить. Это примерно так, как я реагирую на такие вопросы. Почему-то мой мозг, он просто вот знаете, числа и цены сложно очень запоминает. Мне кажется, он просто старается меня не травмировать. Поэтому если какая-то цена, время, я всегда прекрасно помню. Но если где-то какая-то цена, я буквально могу что-то купить. И через пять минут вы меня спросите, сколько что-то стоило. И я такая... Вот когда я это видел, у меня такая минута молчания, но типа Машу завели в тупик, и она такая... И также я купила на выход как такой лифчик, просто обычный, бежевый, с ушахом немножко. Так как у меня был только один черный, и то он уже весь такой поношенный был. И я решила взять бежевый, чтобы у меня был хоть один лифчик, который мне форму красивую сделает. Следующая вещь нуждается немножко в предыстории. Короче, думала я, думала, что же я одену на Новый год. Я же все-таки лечу в Москву, и мы, скорее всего, ну и на сам Новый год. Пойдем вечером в ресторан, поэтому надо быть красивенькой. И мне надо было найти что-то, что кричит праздником, но при этом не занимает много места в чемодане. И что-то, что подойдет к моим черным кожаным штанам. И я нашла. Я сразу издалека эту кофточку заметила. Мне она так понравилась, причем, что она была на двойной скидке и стоила всего 14 евро, а изначально она, по-моему, 80 стоила. Это какой-то бренд из Копенгагена. Мне так она нравится. Вы на Новый год увидите, как я в ней буду. Мой план одеть вот это вот на Новый год и мои вот эти штаны из Кальзидоне. Я еще как-нибудь аксессуары продумаю. В общем, у меня было видение, и оно воплотилось в реальность. Также в Тики Макси я полазила немножко в бьюти-отделе, потому что мне надо было найти шампуни. И я сначала хотела заказать такие же, которые я уже использовала. Но, знаете, говорят, что шампуни лучше раз в полгода хотя бы менять. И моя мама очень часто там шампуни хорошие покупала. Поэтому я зашла в бьюти-секцию вообще изначально за шампунями. И потом я еще вспомнила, что я же в этом году делаю это Тайного Санты, и мне надо будет в Москву привезти подарок. Я девочке передам этот подарок сама, так как его из Германии отправляют в такой гиммер. Поэтому я купила вот такую вот маску из меда мануки. И также вот такую вот маску для лица и серу. Вместе такой бьюти-минни-пакет. И для себя я купила вот такую вот маску для ног. Я не знаю, мне иногда, особенно зимой, нравится такое делать. Знаете, после душа так лечь. Руки намазать кремом, ноги в эти носочки положить. И везде себя увлажнить, как такой мини-спа от хум. И, естественно, я нашла шампунь. Я что искала по такой цене. Я буквально именно вот этот хотела. Мне моя прикладка, что его посоветовала за 28. Да, тут прямо стоит, что он стоил 28, а я его за 14 схватила. В общем, это шампунь для того, чтобы цвет защищать. Потом это кондиционер такой для окрашенных волос. Я никогда эту фирму не пробовала. Но состав и то, что я прочитала, мне понравилось. Поэтому попробуем. Также вот эту шварцкоп линейку мне как-то давал один брикмакер в Москве, как пробник. Я просто помню, это БСЭ. Это как кондиционер для окрашенных. И это кондиционер для объема, такой уходовый. Я взяла один кондиционер, который именно увлажняет и объем делает. И один кондиционер, который защищает волосы. И я их буду чередовать с шампунями. Этот вообще тоже как бы очень увлажняет. И этот защищает цвет. Поэтому их я тоже буду чередовать. Вот. Так что на следующие полгода у меня шампуни есть. И за это все я где-то заплатила всего, может, целом евро 50-60. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо огромное за просмотр. Желаю вам прекрасного дня. И с вами мы увидимся в следующем блатнусе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok